Всем привет! Сегодня я хочу попробовать еще одну игру из плеймаркета, которая называется Implosion Never Lose Hope. Как подсказал мне гугл, Implosion значит направленный внутрь взрыв, а Never Lose Hope значит никогда не теряя надежды. На самом деле, что забавное, я только что уже сделал первый взгляд на эту игру, но когда я закончил, из-за какой-то ошибки запись не сохранилась, и это очень печально было для меня. Поэтому я решил записать игру и записать свой обзор снова, потому что игра мне понравилась. Я выбрал ее, потому что она тоже входит в выбор редакции. Да, вот, этого достаточно. Обычно те игры, которые отмечены этим значком, они качественные, и с ними точно не прогадаешь. Не получится так, что потрачу время на что-то неинтересное. Вот, к тому же она бесплатная, вот, у нее неплохой рейтинг 4.4, целый миллион скачей в ней. Здорово. Могу сказать еще добавить, что она довольно большая, полтора гигабайта вроде занимает, что для мобильных игр довольно-таки немало. Ну, давайте попробуем. Я уже играл в эту игру, поэтому, как видите, тут... Так, давайте попробуем так, чтобы сначала... Скажу, что тут неплохая заставка, прям такая кинематографическая. Будет ли она сейчас, не знаю. Возможно, что будет. Возможно, и не будет. Мне понравилось, что игра русифицирована. Да. Кстати, это пробная версия. Но я сыграл уже два уровня, и пока до предела пробной версии не дошел. То есть, довольно много. Полная версия, я узнал, стоит около 700 рублей, чуть меньше 700. Что довольно-таки немало, ну, ладно. Буду ли я ее покупать, пока не знаю. Вот, я прошел три уровня в ней, и первые два уровня, да. Давайте попробуем третий. Чего, да? А, тут можно... Кликая по уровню, можно переключать сложность. Давайте попробуем на hard. На сложности hard, то есть на тяжелой сложности. Потому что первые два уровня мне показались очень легкими. Там, ну, надо было бы вот очень постараться, чтобы не умереть. Попробуем на тяжелой сложности. Ух ты. Что мне понравилось? Тут много диалогов, и они все на русском. Ну, говорят, правда, по-английски, но можно читать субтитры на русском. Вот. Неплохая графика для планшетной игры. Да и вообще, ну, суперграфика, я бы сказал. Она напомнила мне, как я играл когда-то в игры на PSP, похожие форматом и геймплеем. Но только на PSP там был маленький экран. А тут планшет, он большой, по сравнению с ней. Вот. А так очень похожие ощущения испытываем. Кто-то ездит такой. В первых двух уровнях его не было. Так. Мы можем не только... Мы тут можем так вот бить. А можем стрелять. Вот так. Стрельба немного непонятна, как реализована. Ну, да ладно. Ну, то есть, по-английски немного не очевидно, на мой взгляд. Я бы по-другому, кажется, сделал. Тут бьемся мы, короче, с какими-то мутантами. Вот. Идем. Наши... Враги довольно-таки разнообразные. И время твоими не появляются боссы. Обычно в конце уровня. По крайней мере, в первых двух были. В конце уровня. А так бегаем по катакомбам таким вот. И... Крушим всех подряд. А они на нас нападают. Пока не очень заметно, что сложная с высокой. Да. Ну и ладно. Вот тоже что-то. Управление очень удобное. Единственное, что стрельба немного странная. Вот. Ну, можно, конечно, но немного странно. Ожидаешь, когда он ведешь, что он будет стрелять по... По цели. Он в первое время стреляет куда-то в другое место. Куда повернут лицом, туда и стреляет. Вот. Ну, может быть, в этом есть свои плюсы. Так. Твой дрон-хакер уже пытался взломать ее. Это она там что-то говорит нам. Хотя читать во время битвы было бы сложно, конечно. Еще могу сказать, что тут неплохая музыка. Неплохая музыка. Волнительная такая во время битвы. Ну, подходит к тому, что происходит. Ай, угу. Идентификационную карточку взяли. Смотрите, уже два вида врагов. Вообще, битвы проходят довольно-таки весело. Комбо набираем. Есть суперудар вот такой вот. Слышите музыку? По-моему, классная. Такая эпическая, я бы сказал. Магия. Что, не можем браться, что ли? Не понимаю. Еще одна карточка идентификационная. Теперь мы, наверное, сможем открыть другие ворота. Ходим мы с помощью джойстика в левой части экрана. Ну, бьемся с помощью кнопки strike в правой части экрана. Там всякие комбо вытворяет. Я жму только на одну кнопку, но он вытворяет целый комбо с одной кнопкой. Ну, и я не против. Выглядит зрелищно и эффектно. Так, это, видимо, босс. Ух ты. Мощно он меня приложил. Я ему ответил суперударом. Да, сейчас уже чувствуется, что уровень сложности высокий стал. Ну, я не против даже, если я проиграю. Мое дело, составить впечатление и рассказать о нем вам. Ох. На тебе. Я постараюсь все-таки забить его. Ой. Мало жизней. Ты из контейнера с жизнями? Наверное, да. Вот это вид. О, блин. Ударил, гад. На тебе. Кто кого? Наверное, он меня. Так. Я все время буду уворачиваться. Нет, человек не получается уворачиваться. Знаете, жизней. Давайте его. Вот. Буду ждать, пока суперудар наберется. И бить его одними суперударами. Вот. Так, через эту пропасть он не сможет пропрыгнуть. Поэтому буду защищаться этой пропастью. Ой, что-то суперудар не работает. Блин. О, появился. На тебе. Да, это было уже не совсем легко. Так. Индикатор сработает с системой приближения. Тут, в общем, такая история интересная. Я в нее особо не вникал. Хорошо, что она есть. Если кому интересно, может за ней следить. Вот. Ну вот. На примере этого уровня я попытался рассказать об игре. Какое впечатление она у меня... Какое впечатление она у меня произвела. Как сцены вот такие вот. Довольно неплохие, на мой взгляд. Ну ладно, пропускаем. Или не пропускаем. Просто скажу, что игра классная. Мне понравилась. Даже недостатков у нее особо я не нашел. Тем... Буду надеяться, что на этот раз запись не ударится. Это хранится нормально. Спасибо всем за внимание. И до новых встреч. Пока-пока.